Пару слов про Суперджоп. Может быть, кто не знает, это крупнейший в России ресурс по поиску персонала, поиску работы. У нас около 30 миллионов резюме в базе. За последние 20 лет практически каждый второй человек, который нашел работу в России, нашел работу с нашей помощью. Через нас проходят огромные потоки информации, поэтому есть немножко циферок, о которых есть представления, о которых мы можем поговорить. Поэтому, переходя к рискам, смотрите, что происходит. Яндекс объявил, что к 2022 году уже или даже к 2021 выведет 1002 беспилотных такси на рынке Москвы. Может быть, это произойдет быстрее. Только один Яндекс, есть еще другие компании. В ближайшие 10 лет мы рискуем столкнуться с тем, что практически 90% профессиональных водителей потеряют работу водителями, просто потому что они не нужны. Часть заменит беспилотник, часть такси. Соответственно, 900 тысяч в ближайшие 10 лет профессиональных водителей у нас высвободятся на рынке труда. И, как уже сказал коллега, который открывал заседание, таксистов-программистов мы переучить не сможем ни при каких условиях. Никакой другой работы, кроме работы курьеров, эти люди найти не смогут. Это вот одна история. В связи с изменением большим транспортной отрасли перестанут люди покупать личные автомобили, потому что это не нужно, не рентабельно. Мы будем покупать сервисы. Соответственно, грубо говоря, все автомобили в стране личные будут принадлежать 3-4-5 компаниям. Это полное изменение рынка страховки, полное изменение рынка рекламы, где автоконцерны являются основными рекламодателями. То есть там тоже люди будут терять работу, будут большие перестройки. Это вот минимум просто в транспортной отрасли. Для того, чтобы сократить количество бухгалтеров в экономике просто рабочих мест в 10 раз, нам нужно максимум 3 месяца от сегодняшнего дня. То есть не 3 года, не 30 лет, а 3 месяца. Регуляторно к этому все абсолютно полностью готово. Технологически к этому абсолютно все полностью готово. Если, например, Сбербанк примет решение, что он больше от юридических лиц не принимает бумажки, а все переходят исключительно на ИДО, а подчеркиваю, ИДО и электронный документооборот. Уже где-то сейчас порядка 7 компаний используют эти функции. Значит, вот принимает решение Сбербанк, следом все остальные. В течение трех месяцев 90% бухгалтеров теряют работу. Бухгалтеров у нас, ну, по разным оценкам, там тоже за миллион в стране. Вот еще куда-то. Значит, из большинства бухгалтеров, которые на самом деле не бухгалтера, а такие делопроизводители, это люди, забивающие первичные какие-то данные в ту самую 1С, работающие с актами, счета-фактурами, их программисты и бизнес-аналитики тоже переучить не удастся. Вот вам просто еще массовая специальность, с которой в ближайшее время что-нибудь обязательно произойдет. Значит, еще один момент. Просто я сейчас про массовые специальности, потому что касается очень-очень многих. Например, учителя иностранных языков. Никакого смысла преподавать иностранные языки в обычных школах на сегодняшний день не существует. Вообще никакого, ни для каких целей. Это и раньше было профанации, а сегодняшний день это бессмысленная профанация, поскольку коробочка, которая у нас у каждого в кармане, вот у каждого из нас в кармане такая коробочка, она уже больше ста пар языков туда-обратно переводит в порядке лучше, чем среднестатистический и школьный преподаватель любого иностранного языка. Когда меня спрашивают, а кто будет переводить Шекспира? Ну, кто раньше переводил, тот и будет переводить. Никто, кто учил язык в обычной школе, Шекспира переводить не будет. Вот базовая история. Дальше. Такие компании крупнейшие, как Русал, например, уже давно строят, уже построили шахты в концепции ноль людей в шахте. Крупнейшие обрабатывающие компании строят новые заводы, все в концепции ноль людей на заводе. Соответственно, обрабатывающая и добывающая промышленность, цикл тут может быть подольше, потому что длинный цикл, но в 20 лет сокращение занятости в 10 раз. Ну, очень грубо. И там, и там. То есть, в связи с тем, что идет роботизация и цифровизация, большое количество людей, эта реальность будет высвобождаться. И те процессы, которые, например, еще 100 лет назад, 200 лет назад, 300 лет назад, они растягивались на сотни, на 2-3 сотни лет. Строительство, мануфактур, промышленная революция, она не в день произошла. Тут цифровая революция, вот это происходит очень быстро. И, соответственно, риски большого высвобождения людей, которых, ну, как бы непонятно, куда девать. При этом, ну, какие-то вещи есть понятные, вроде просили не говорить о том, что с этим делать, но мы будем, конечно, сокращать рабочую неделю, не до 4 дней, а скорее пойдем по пути сокращения рабочих часов в рабочем дне. То есть, в ближайшие 10 лет офисы, госпредприятия, бюджетный сектор сократит рабочий день до 7 часов, как минимум, в день, может быть, до 6. Ну, таксисту придется работать, может быть, чуть меньше. Это вопрос регуляторики, минимальной зарплаты и так далее. Я думаю, что мы все-таки будем вынуждены приступить к пенсионной реформе, потому что повышение пенсионного возраста – это бред, на мой взгляд, не решающий никаких проблем. И само понятие пенсионного возраста в том виде, в котором мы его знаем, оно устарело, его нужно отменять, переосмысливать вообще всю эту историю. И вот здесь вот мы будем говорить о том самом базовом безусловном доходе, как, по каким причинам его будут получать люди. Но мы к этому придем. А для того, чтобы стратегически нам сократить риски, нам нужно кардинально менять систему образования, потому что цифровая экономика требует, скажем так, цифровых людей. Что такое цифровая экономика? Это медицина плюс математика, сельское хозяйство плюс математика, Государственная дума плюс математика и все, что угодно плюс математика. С математикой у нас все очень-очень плохо, и никаких перспектив при текущем подходе, что будет чуть лучше, не существует. У нас есть государственная программа развития образования Российской Федерации. Если кто-нибудь из здесь присутствующих знаком с этим документом определяющим? Есть такие? Поскольку большинство не знакомы, я заканчиваю. Просто позволю себе зацитировать цели, которые у нас задекларированы на государственном уровне. Там под них миллиарды, 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 и дальше расписаны по бюджетным статьям. Цели программы и их значения по годам реализации. Цель номер один. Качество образования, которое характеризуется. Сохранением лидирующих позиций Российской Федерации в международном исследовании качества чтения и понимания текста PIRLS, а также в международном исследовании качества математического и естественно-научного образования TIMSS. Повышение позиций Российской Федерации в международной программе по оценке образовательных достижений учащихся PIRLS не ниже 20-го места в 2025 году. В том числе сохранение позиций Российской Федерации в 2018 году, она принята несколько лет назад, по естественно-научной грамотности диапазон 30-34 место. Повышение позиций Российской Федерации в 2021 году по естественно-научной грамотности не ниже 30-го места. Почитательской грамотности не ниже 22-го места. Ну, бла-бла-бла-бла-бла. Значит, все понятно, да? Значит, где мы находимся и какие цели мы перед собой ставим. Значит, я когда это читаю, все время говорю, вот приходит сын к маме и говорит, мам, знаешь, я тут жениться хочу. Вот меня в рейтинге блондинок устроит 30-я позиция претендентов. А вот в рейтинге у бренеток я согласен на 24-ю позицию. А вот у шатенок там где-то там, значит, вот тоже 30-е место меня устроит. Мама говорит, знаешь, сынок, тебе со второго-то не очень чего светит. А с 34-го, ну, вообще ничего. Соответственно, до тех пор, пока у нас не будет понятных целей в образовании, завязанных на ту самую, в том числе, цифровую экономику, они не в рейтинге, они, ну, в каких-то более прикладных целях. Ну, например, что продолжительность жизни в России должна быть самая высокая, и это декомпозируется потом для образования. Или что выход светлых нефтепродуктов из нефти у нас должен быть самый высокий в мире, и это снова декомпозируется в конкретные образовательные цели. Вот, ну, все что угодно, но только не цель, позиция 34-я в рейтинге, ну, потому что как-то вот для Российской империи 34-е место или даже 28-е, ну, как вот ребенку объяснить или родителям, что они должны вкладываться в то, чтобы быть 20-м? Да никак. В общем, все это грустный бред тоже. Если его не поменять, а это уже в Государственной Думе во многом вопрос, мы далеко не уйдем. На этом я про риски и что делать заканчиваю. Спасибо за внимание. Спасибо, Алексей Николаевич. А вот скажите, а сейчас вы уже чувствуете вот эту проблему, эту угрозу, то есть вот при вашей осуществлении деятельности? Ну, мы видим, что рынок труда меняется, у нас есть огромная нехватка людей, например, в IT. Ну, то есть если на сегодняшний день у нас такого же качества подготовленных специалистов, вот как есть сейчас, на рынок выйдет в 10 раз больше, чем их есть сейчас, то они все будут в день трудоустроены, и при этом это никак не повлияет на то, что зарплаты на рынке повалятся. Количество рабочих мест в бэк-офисах не растет уже давно, для бухгалтеров начинает снижаться, дальше будет снижаться по нарастающей. Спрос на водителей огромный и неудовлетворенный, он удовлетворяется гастарбайтерами из-за рубежа, это отдельная история. Но это в силу того, что вот те самые шеринг-сервисы развиваются очень быстро, а люди еще не отказались от собственных автомобилей, а под беспилотники еще не готовы регуляторика. При этом технологии беспилотные уже все готовы, и беспилотный транспорт в порядке более безопасный уже сейчас, чем человек за рулем. Отдельные какие-то, вот там беспилотный автомобиль куда-то врезался, ну, по сравнению с тем, сколько он проехал, он врезался в сто раз меньше уже, чем среднестатистический водитель. Поэтому все уже проработано, этот вопрос тоже захочет государство, и будут приняты решения, мы в три года перейдем на беспилотники. Да, спасибо, Алексей Николаевич, то есть бухгалтера вы сейчас уже точно... Ну, как мы говорим, что если молодой человек или девушка сегодня идет учиться на бухгалтера, при этом вот по остаточному принципу, ну, вот куда-то вот пойти, ну, почему бы не на бухгалтера, но при этом это не потомственный бухгалтер, все, у него нет ни единого шанса быть бухгалтером в своей жизни. Спасибо.